У нас у обоих свидетельства, хотели вместе поделиться. Я немножко начну с небольшой предыстории. Многие, конечно, знают уже эту историю, но я впервые узнала о Боге немножко в странных ситуациях, не в стандартной ситуации. Я занималась бизнесом, и у меня были небольшие трудности. То есть что-то не получалось, и я не могла понять, почему. И случайно попадаю на один онлайн-конференцию, и там человек, который зарабатывает серьезные деньги, он очень успешен в нашем бизнесе, и он просто рассказывал свою историю. И он говорил о том, что 10 лет, когда он занимался бизнесом, он не преуспевал вообще. То есть он был в долгах, в кредитах, и все его не уважали, и он уже тоже не мог понять, что я делаю не так, почему. И он случайно познакомился с людьми, которые ему рассказали о Иисусе Христе. И подарили ему одну простую молитву, в которой он обратился к Богу. И с тех пор Бог начал делать чудеса в его жизни. Через год ровно он начал новый бизнес, и начал сверхъестественно зарабатывать деньги, и стал долларовым миллионером. То есть это был сверхъестественный, невероятный успех. И он на этой конференции говорит, кто хочет, чтобы Бог в вашей жизни начал делать чудеса, напишите в чате «Хочу». И я, конечно же, написала, и там очень много кто написал, и мы все повторили за ним вот эту простую молитву. И это, конечно, не было волшебством, но это было самое начало. После этого у меня начались перемены, и у меня появился успех в бизнесе, я начала зарабатывать деньги. И вот все эти годы мы строим свой бизнес с Богом. Все, что я имею, это все благодаря Богу, потому что у меня очень много таких историй, я не буду сейчас все рассказывать. И вот на днях у нас случилось очень такое чудо, и мы решили им поделиться. Сейчас Саша расскажет. Да, всем привет. И да, было много всяких интересных мгновений вот с тех пор, много ярких всяких, скажем, случаев, происшествий интересных, но это было одно из таких самых знаменательных и интересных. Вот не так давно мы были на Пенуэле, многие знают, что это было за мероприятие, мы делились, и там мы познакомились со служителями, пасторами, которые приезжали к нам из Одессы. И я узнал там, познакомился с одним пастором, его зовут Лепарит. Он отец восьмерых детей, многие у них дети еще мелкие совсем, и у него несколько бизнесов в Одессе. И он там такой очень влиятельный человек, он задействован в разных сферах вообще, в принципе, деятельности самого города. Я такой смотрю на него, слушаю, думаю, так, у него восемь детей, у него там бизнесы. И он приехал сюда к нам в Варну на несколько дней для того, чтобы послужить вот этой вот группе людей. Думаю, ну как вообще? Я бы, наверное, придумал тысячу оправданий. У меня работа, у меня вот дела, я никуда не поеду. Я к нему решил подойти и спросить, как вы так вообще делаете? Вот что вас подтолкнуло для того, чтобы сюда приехать? Правда, я не помню, что он мне ответил, но ко мне пришло осознание того, что когда ты делаешь дела для Бога, Бог делает дела для тебя, твои дела. Он знает все твои помышления, он знает, что тебе нужно, он лучше тебя знает, что тебе нужно. И до меня тогда это дошло. Я помню, долго еще как бы в голове все это прокручивал. Ну как же так? Это все получается? Ну как бы там какую-то часть дела отложить, не беспокоиться за них, не фокусироваться, но переключиться вот на основное. И по приезду домой в Варну, это был в конце октября, кажется, наступает месяц ноябрь. Ну, чтобы вы понимали, у нас бизнес связан таким образом, то, что мы работаем с большим количеством людей, большой командой, это люди из разных городов и стран. И наша задача заключается в том, чтобы увеличивать, скажем, там товарооборот внутри нашей сети. И когда преуспевают наши партнеры, соответственно, преуспеваем и мы. Начинается ноябрь, приболела Саша. Ну, туда-сюда, пока она выкарабкалась. Это произошло, в принципе, быстро. Но я принял эстафету и тоже заболел. Я заболел на неделю. Накрыла прям температура, горло, говорить не могу, тяжело, все, хожу, ленюсь, ничего делать не буду, мне плохо, я в кровать. И так прошло примерно полмесяца. Потом какие-то там организационные вопросы пошли, какая-то вообще расфокусировка полная. То по бизнесу, то по поездке в Украину, то по организации мероприятия Рождества в Гранд Моле. Ну, вообще, в голове такая каша. Но и получается, ты нигде не задействован особо. Там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, и нигде ничего особенного. И тут мы смотрим, по показателям нашего бизнеса идет какой-то такой высокий темп развития. Но мы там особо вообще не принимаем участие. То есть мы занимаемся какими-то делами, там параллельно что-то там успеваем еще в бизнесе, но он сам по себе как-то развивается. И вот, говоря откровенно, вот за все эти годы, по-человечески вообще невозможно такое сделать. Вот это что-то просто сверхъестественное, как будто бы кто-то вместо нас начал и просто внутри нашей структуры, нашей команды начал что-то совершать. И прошло больше, чем полмесяца. Мы понимаем, что мы по уровню того оборота, который вот в ноябре месяце, мы уже превышаем порядка более чем в двух раз. И по состоянию на 24 ноября мы свой вот, скажем так, прошлый опыт и месячный товар-оборот увеличили более чем в два раза. На 26 ноября мы такие, вау, вот это да, вот это круто, вот это вообще. Я уже своим партнерам начинаю говорить о том, что это не мы сами, это вообще, слава богу, это классно. Окей, еще неделя до конца месяца. Я говорю, Саша, пора включаться в дело, как бы движуха, надо тоже что-то делать. Давай, погнали вместе. Ну, уже как бы встроили, вошли в строй, вместе с партнерами работаем. Ну, мы удаленно через интернет. И так происходит, что 30 ноября мы просыпаемся, занимаемся своими, ну, знаете, вот домашняя атмосфера, домашняя обстановка, утро. Если бы это было лето, я бы реально был бы в трусах, сижу такой на диване и поднимаю глаза на Сашу и говорю, Саша, слушай, у нас там по показателям чуть-чуть не хватает, скажем, до определенного уровня. Я говорю, нам осталось тут буквально всего ничего. Может быть, успеем закрыть сегодня? То есть последний день ноября. Я говорю, может быть, успеем закрыть сегодня? Она такая неловко. Ну да, давай. Я про себя думаю. Веры просто, просто не знаю, вот полная кармана. Я уверен в том, что у нас все получится. Но это тот уровень, который превышает тот, который мы сделали 24 ноября, еще в два раза. То есть за один день можно, нужно сделать такую работу. И здесь я принимаю четкую веру, принимаю решение, то, что мы справимся, мы сделаем. Если Бог нас привел вот к этому вот, вот к этому состоянию, вот к этому уровню, то в любом случае у него есть такое решение для нас, чтобы мы успели это сделать. Я тут же заявляю в свою команду, говорю, ребята, если мы сможем, если мы это сделаем, это будет просто чудо. И я про себя сказал, то, что я буду об этом говорить, я буду об этом свидетельствовать, я по-любому об этом расскажу всем. И для меня это будет просто очень сильный прорыв. И в этот же день вечером нам еще много не хватало. Мы не сделали даже, наверное, половину того, что нужно было сделать, но веры все равно было много. Хотя я уже чувствовал, что у Саши, кажется, вера начинает чуть подугасать. Я такой заведенный, там все делаю, что-то там совершаю. Саша такая приходит, на меня смотрит, и я думаю, так, главное не тормозить самому. Да, ночь была тоже сложная, длинная, но мы все-таки это сделали. И получилось так, что за ноябрь месяц мы увеличили свои показатели более чем в три раза от всех предыдущих месяцов, лет, которые у нас были, более чем в три раза. Мы вчера даже ребятам показывали динамику в цифрах, как это выглядит. Это просто невероятно. И я сто процентов уверен, что это не по-человечески, это все сугубо дело Бога, потому что было вот осознание и принятие решения, то, что действительно, когда ты направляешь свой фокус и в молитвах начинаешь озвучивать все свои нужды, Бог это слышит. Где-то не сразу, где-то нужно потерпеть в течение какого-то времени, но Он сто процентов отвечает. Да, и на самом деле ребята подтвердят, что мы постоянно молились за это, мы собираемся вместе, и в конце вечера, ну, кто за что хочет помолиться, и у меня всегда была вот эта тема насущная. И действительно Бог отвечает, то есть мы увидели, что это реальный ответ на молитвы, то есть молитва имеет очень большую силу, потому что это было просто невероятно и сверхъестественно, как вспышка такая, понимаете, вообще. И я просто в восторге от того, как мой муж ходит по дому и всем партнерам в телефон кричит, это Бог, ты понимаешь, это Бог, мы сами не могли бы сделать, слава Богу, это Бог. Так что вот такая у нас история. Спасибо всем большое. Спасибо. Спасибо.